Господь, мы славим и превозносим Тебя. Тебе наша слава, Господи, за эти 30 лет, за это торжество, за юбилей мы благодарим, Господь, что все эти 30 лет Ты крепко держал нас на пути. Ты защищал церковь свою, Ты благословлял, Господь. Благодарим Тебя за каждого члена церкви Божия, за каждого пастора, за каждого служителя. Господь, спасибо Тебе, что от зла сохранил. Спасибо Тебе, что милость Свою вознес над судом за прощение Твое, за благодать Твою, незаслуженное прощение, хвала и слава. Асана, царю всех царей. И до этого места Ты помог нам, и мы все вместе, Господь, в единстве славим, поклоняемся. Мы любим Тебя, Господь, мы любим Тебя, Господь, и благодарим за спасение, искупление и жизнь вечную, и за церковь, врата ада, которую не одолеют во имя Отца, Сына и Духа Святого. И все скажем, Аминь. Провозгласим победу Господа над смертью, над грехом. Празднуем, Господь. Празднуем Твою победу, Боже наш. Тебе честь, Тебе хвала, Тебе асана, Господь. Аллилуйя. Приветствуйте, дорогие друг друга. Поздравляйте. Дорогая Пермская церковь, мы поздравляем вас с юбилеем. Давайте радоваться в этот день. Уважаемые гости, мы также приветствуем вас. Мы искренне благодарим всех, кто разделяет с нами этот праздник, это торжество, это большую радость. Я приглашаю для приветственного слова старшего пресвитера Ульяновского объединения Российской Церкви Христиан Веры Евангельской и пастора Церкви в городе Краснокамск Владимира Анатольевича Непрозваного. Пожалуйста. Дорогая церковь, я рад сегодня быть здесь. Я приветствую всех. И вот сейчас Андрей такую фразу произнес. До сего места помог нам Господь. Аминь. Вот вы знаете, до сего места Господь помог, но вот я верю, что Господь и дальше поможет. Аминь. Не только до сего места Господь помог. И на самом деле, вот большая благодарность всем пасторам и служителям вот этой церкви Новый Завет здесь, в городе Перми, что никто, знаете, они не оставили свой труд, что они трудятся, служат Господу и делают церковь вот известной во всем городе, во всем мире. И сегодня даже, да, некоторые люди называют центром писятничества. Вот Россия — это Пермь. Да, вот так вот говорят всякие сектоведы и так далее. Ну, и слава Богу, что отсюда Слово Божье, знаете, вот оно распространяется, и Церковь Божья, она делается известной по всему лицу земли. Вы знаете, вот я уже, когда здесь была конференция, у меня была возможность немножко говорить, я упоминал такой стих из притчи 13 главы, 9 стих, где написано «Свет праведных весело горит». Да? Вот на самом деле, я не видел свечку, которая грустно горит. Вот даже если она уже маленькая, даже если она уже там вся растеклась, она все равно так вот, вы видели, да, она так, все равно пламя всегда играет, пламя не вот так, оно всегда как-то вверх тянется, оно всегда хочет куда-то дальше тянуться. И я задумался, думаю, а что такое значит вот для нас, что вот свет-то наш должен весело гореть, вот свет праведных, он весело горит. И вот, знаете, в 5 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Вы знаете, я верю, что Господь, вот Он создал свою церковь, чтобы мы светили в этом мире. Вы знаете, вот мы вчера сидели в кафе вечером, и у нас так получилось, что мы, у нас такая молитвенная группа получилась в кафе. Одна какая-то ситуация была, мы за одну ситуацию давай молиться, ну вначале за пищу там молились, благословляли, потом какая-то ситуация, мы молились, потом у наших друзей, у ребенка там что-то очень обострилось со здоровьем, они из другого города, и мы давай молиться за ребенка, и потом мы вспомнили еще про маму одного брата, который с нами был, ну и в общем, вот так вот мы молимся, а люди-то вокруг сидят, смотрят. И я вот, знаете, думаю, ну, наверное, вот с одной стороны, как бы так, ну, не молитесь там специально, да, вот на углах улиц там, чтобы не быть как фарисеи, лицемеры, а с другой стороны, думаю, знаете, вот они не стесняются сидеть, пить вино рядом с нами, они не стесняются материться, они не стесняются делать свои дела, думаю, а почему мы вот должны стесняться, свет наш, мы же должны гореть, понимаете, и мы должны говорить и проповедовать Слово Божье и делиться, знаете, вот Господь не зажег нас, чтобы мы где-то спрятались и вот сидели тихонечко и никому не говорили. Вы знаете, я благодарен Богу, вот Церковь Новый Завет, она здесь очень много трудилась в крае, и вот когда мы приехали в город Краснокамск начинать церковь, оказалось, что у нас сегодня в церкви очень много людей, которые в детстве, они были маленькими ребятами еще, и они приходили на какие-то евангелизации, которые церковь Новый Завет проводила. И представьте, у нас даже есть братья, которые достают вот эту какую-то книгу жизни, она уже там, представьте, там 25 лет там на тот момент пролежала у него дома, ему было там 5, 7, 10 лет, может быть, ему вручили эту книжку, и вот он пришел, говорит, пастор, только у меня вот такая книжка дома лежит, я ее читал в детстве. И знаете, здесь, на самом деле, за эти 30 лет была огромная работа сделана, что вот этот светильник, он не стоит где-то внизу, он стоит сегодня, знаете, вот на столе и светит вот в этом месте, где Господь садил. И вот смотрите, 16 стих здесь так написано, «Так да светит свет ваш пред людьми». Аминь. Вы знаете, мы вот думаем, что вот Божье благословение, но как бы нам дорогу должно освещать, и все. А Слово Божье говорит, что так светит свет наш. Перед кем? Перед людьми. Чтобы они видели добрые дела наши, да, и прославляли Отца нашего Небесного. Знаете, вот я сегодня хочу пожелать, давайте мы будем оставаться вот такой церковью, за которую люди, вот столкнувшись с нами, будут прославлять Небесного Отца и благодарить Бога, что однажды они встретили нас на своем пути. Аминь, церковь. Вот сегодня у меня есть огромная благодарность, что однажды я встретился с Эдуардом Анатольевичем, познакомился, и его сердце как-то открылось для меня, для дружбы. Я очень благодарен Павлу, Леониду, Александру, всем братьям, Сергею. Вот просто, что вот когда-то мы встретились с ними, и они открыли, протянули, так говорится, руку общения, знаете. И ты стал как свой, и стал как друг. Поэтому вот пусть будет вот так всегда в нашей жизни, во всей церкви. Не только пасторы такие будут, а все мы с вами будем такие. Аминь, церковь. Вот, поздравляю вас, и пусть Господь благословит вас. Все, с миром Божьим. Спасибо, пастор Владимир. И наши братья и сестры из церкви Новый Завет, из республики Башкортостан хотят поздравить нас и спеть песню на национальном языке. Давайте их поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ С праздником, дорогая церковь! Давайте дадим Господу славу за 30 лет милости и благодати Божией. Слава Господу! Позвольте от лица церквей Новый Завет с Башкирского региона сегодня также поздравить церковь с этим праздником и поблагодарить. Мы хотим сказать спасибо всем, кто молится за Башкирию, за другие народы. Мы верим, что все народы прославят нашего Господа. Аминь, церковь! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я хочу сказать спасибо за ваши молитвы и за ваше даяние. Очень важно, когда вы жертвуете, даете на миссию, на проповедь Евангелия, на открытие церквей. Знаете, это очень важно, и эти финансы, они используются именно для того, чтобы Евангелие распространялось. Мне вспоминается история, записанная в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус исцелил человека, который 38 лет был у купальни Вефезда. Помните эту историю. Обратите внимание, это было время праздника. Это был большой праздник. Это была атмосфера радости. И верующие люди в городе, они покупали подарки, они ходили друг к другу в гости, они поздравляли, благословляли, молились Богу. Но не нашлось ни одного человека, который пришел бы в купальню Вефезда и помог бы этому больному человеку исцелиться. Но наш Господь, Он не только участвовал в праздниках, но Он видел нужды людей. Я благодарю Господа, что Церковь Новый Завет не только празднует, не только проводит какие-то конференции, но видит нужды людей, кормит голодных, заботится о нуждающихся. И Церковь Новый Завет идет в самые трудные места. И все это ваши молитвы, дорогие друзья, и ваши финансы. Пусть Бог благословит каждого даятеля. Аминь. И мы хотим в качестве поздравления спеть песню. Еще брат Саги скажет несколько слов. Давайте мы поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 С праздником! Иисус Господь! Аминь 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 Дима Торзок ДимаTorzok ДимаTorzok Дима Торзок Иисус Пермys думал, чем же поделиться, что же сказать, как поздравить. И хотел бы прочитать из Священного Писания, из послания к римлянам, 11 главы, с 33 по 36 стих. Там сказано, «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Аминь. Все им, из Него и к Нему. И вы знаете, здесь апостол Павел провозглашает такие слова, «Непостижимы судьбы Его». Тридцать лет церкви, Новый Завет. Это не только годы, это события. События, которые заполняли эти годы. И это люди, каждый со своей судьбой. И у многих людей судьба, личная жизни. Я, например, в том числе. Она очень тесно переплелась с церковью Новый Завет. И ходя по зданию церкви, рассматривая фотографии этой истории, я многие эти моменты помню лично, так как был их участником, там, где водное крещение или евангелизация, или еще что-то. Знаете, вспоминаешь, вспоминаешь это время, как бы переживаешь его вновь. И в пятницу, когда началась конференция, было прославление, и группа прославления запела эту песню «Воздай славу Богу». Я сидел, или стоял, правильно сказать, здесь. Мой друг, епископ Александр Калинин с Астраханисту стоял. И мы как-то, не договариваясь, посмотрели так друг на друга с такой довольной улыбкой. И, в общем-то, все было понятно. Это песня нашей молодости. Это то, что мы пели в 90-е. И все эти чувства, как-то, знаете, они так по-доброму всколыхнулись внутри. Можно вспомнить песню, которую мы так любили в 90-е. Я не знаю, поете сейчас вы или нет. Мы так иногда ее поем. «Нашел я сокровище, что лучше золото». Иисус, и я, знаете, я помню, как Эдуард Анатольевичу эта песня нравилась, он всегда вдохновляет, я помню, он выходил. А сейчас давайте споем. «Нашел я сокровище, что лучше золото». И мы ликовали, мы буквально ликовали. Это наша жизнь, это наша молодость. И вчера, когда ребята, Life Warship, они вышли, пели. Это, конечно, уже другие песни, это другой стиль. И вполне понятно, жизнь не стоит на месте. Через 20-30 лет, когда они будут слышать эти песни, они будут говорить, вот это наша молодость, это песни нашей молодости. Это все естественно. И вот здесь апостол Павел говорит, непостижимы судьбы его. Действительно судьбы. Знаете, когда Господь, Он взял нашу жизнь, и Он начал с ней что-то делать. Он начал ее преображать, Он начал ее очищать, освящать, благословлять. Я хотел бы вспомнить какие-то моменты, которые вот мне пришли на память. Моя, ну нельзя сказать, это первая встреча с Эдуардом Анатольевичем. Все-таки он был пастором в Уральском церковь, которая после Перми была первая. И вот я в 92-м году уверовал. Павел только в 93-м тогда приехал в феврале. Помню, как в сентябре я вот месяц как уверовал, что у меня какой-то вопрос по Евангелию возник. Я к нему подошел, говорю, вот как вот понимать это место Священного Писания. Мы так в сторонку отошли, он открыл Библию, начал объяснять. Но мне даже запомнилось не это, а запомнилось вот его образ в то время. Это костюм, это галстук, значок, крестик и голубь. И дипломат черный, а там Библия. Вот такой был образ пастора в то время. Может быть, кто-то помнит, кто тогда уверовали в начале 90-х. А кто-то уже этого не знает, потому что уверовал позднее. Но вы знаете, драгоценно, вот Господь, Он так вел свою церковь. Шаг за шагом. И в 94-м году, когда в течение года я был частью этой церкви, потому что обучался в библейской школе, и видение было такое, чтобы мы шли по тогда еще Пермской области, открывали новые церкви. И мы шли именно с этой целью учиться в библейской школе. И я был одним из тех, кто откликнулся на этот призыв, поехал в город Кудымкар, и по сей день уже 28-й год служу там. Это тоже видение этой церкви, это тоже видение епископа Эдуарда. Поэтому мы не разделяем как бы на «вы» и «мы», потому что все это мы, это мы, церковь, Новый Завет, это мы одна семья, потому что мы часть этого видения. Мы не сами по себе появились. Это было видение этой церкви, и в результате вот так вот рождались, появлялись новые церкви. Знаете, я вспоминаю то время, когда появилась церковная газета. Она сейчас называется «Вера и общество», но вначале она называлась «Новый Завет». И, в общем-то, наши пастора, областные, в основном были теми, кто писал на духовные темы. Вспоминаю то время, когда вообще, когда я пришел в церковь, прославление было под гитару. Еще синтезаторов не было. Сергей Журавлев тогда вот, он играл под гитару, и здания своего не было. И тогда молились, в Декадзе Дзержинского собирались, потом появилось здание на Родженикидзе 90, там моя свадьба проходила еще до ремонта, еще до того, как большой зал стал. И действительно, знаете, вот так вот вспоминаешь это все, да, и ты думаешь, ну непостижимы судьбы его. И когда ребята вышли, молодежь, а ты помнишь их всех маленькими? Я помню Давида Гробовенко, маленького совсем. Я помню, как Ильюша родился, а у нас как раз лидерская была в марте месяце. И вот Эдуард Анатольевич приехал, говорит, сын родился, Ильей назвали. То есть вот эти моменты, сейчас вы уже сами пасторы, сами уже служите. А я-то помню те моменты, когда мы поздравляли друг друга с рождением детей, которые сегодня служат. И не за горами тот час, когда мы будем, да уже, в общем-то, поздравляем, да, с рождения внуков. Эдуард Анатольевич, внучка родилась в том году, поздравляли. Вот это вот судьбы, судьбы. Господь, Он свою церковь ведет, Он хранит, Он созидает, благословляет. И в послании к евреям, 6 главе, 10-12 стих сказано, Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Вот эти 30 лет, я думаю, что у Бога там все учтено. Я, когда в 15 лет уверовал, и у меня цель такая была, вот всю Библию прочитать, каждое слово. И помню, дошел я до книги чисел, и вот эти перечисления начались. Вот столько вилок, столько тарелок, столько... И вот я устаю, я думаю, ну зачем это все? Но у меня цель, прочитать буквально каждое слово. А это не случайно. У Господа все учтено. Если там были вилки, ложки учтены, поверьте, не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. И дальше Павел говорит, желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности, в надежде оказывал такую же ревность до конца. До конца чего? До конца нашей жизни. Вот чтобы мы как начали, знаете, мы вспоминаем, вот в 90-е, помнишь, как это было в 90-е, мы собирались, мы были простые, мы ревновали, для нас Господь был на первом месте, это первая любовь. Друзья, а так и должно быть и сейчас. А так и сейчас должно быть. Вот это первая любовь, ревность до конца. Когда мы ревнуем о Господе. Вот вчера слово-то звучало, да, чтобы мы в Марфу не превратились, чтобы мы Марии были, которая сидела у ног Иисуса, избрала для себя благую часть. Кто нам мешает выставить правильные приоритеты в жизни? И дальше сказано, дабы вы не обленились, храни нас Господи. Иначе можно в такое искушение попасть, но чтобы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Аминь. Дорогие, меня также попросили, чтобы я призвал к пожертвованиям. Поэтому прошу вас, давайте мы поднимемся сейчас. И первая корзина будет для миссионерского служения, а вторая корзина будет для пожертвований на церковь. Поэтому пусть Бог благословит. А я как бы в заключение еще раз хочу сказать, дорогая, возлюбленная, благословенная семья церковь, Новый Завет, с днем рождения, с праздником, да благословит Господь. Аминь. Я хотел бы, знаете, пользуясь такой возможностью, прочитать одно место Священного Писания. Не хочу занимать много времени, у нас еще будет сегодня звучать слово. Это всем знакомое, уже на этой конференции много раз сказанное и много раз нами прочитанное, записанное в послании к Ефесянам в третьей главе с 20-го, 21-го стиха. «Тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Вспомнил, вспомнил, на это время, когда Бог призывал ехать проповедовать, я хорошо помню, что я не был, знаете, такой посвящен, чтобы ехать там и прожить 30 лет. Если бы я вам сказал, что я планировал поехать, прожить всю свою жизнь, это неправда. Но я помню, когда Бог начал призывать, и Бог начал говорить, я даже начал откликаться на Божий призыв, я все равно пытался как-то так, как вчера было сказано, что там воля твоя, а Маша моя. Я пытался помочь Богу как-то, поэтому я начал молиться за город Харьков. Я подумал, ну это город, который 400 километров от того места, где я родился, это второй город в нашей стране, там есть нужда, я знал, что там есть Назар Павлович, у него Решковец, у него хорошая церковь, но думаю, город большой. Я помню, я молюсь и слышу голос, чего ты ищешь? Говорю, Господь, я хочу исполнить Твою волю, я хочу поехать на миссию, но миссию для меня понятную, то есть я в Харькове был несколько раз на молодежных слетах, я как-то, ну, в рамках своего понимания вот жизни, вот интересно, вчера была проповедь, спасибо Александру, за вот действительно круг нашей жизни, мы хотим, чтобы Иисус пришел в круг нашей жизни, вот я вот этот круг очертил, мое понимание, мое представление, я думаю, Господь, ну, вот там будет хорошо, тем более на один год призывают, я поеду, один год побуду, вернусь и буду свободен как-то, думаю, в меня вкладывались, меня учили, ну, как-то, ну, нехорошо будет, если я просто вот приехал, отучился, меня кормили, я там спал и просто уехал и все, а Бог начал говорить громче, громче, и вот одна из ночей, чего ты ищешь, Господь, я хочу исполнить твою волю, и Бог тогда сказал мне, иди туда, куда никто не хочет идти, здесь сидит Алексей Павлович, все братья, с кем мы учились вместе, вчера были члены Совета, братья, которые некоторые уехали, вы помните, были 26 названий крупных городов Советского Союза, и мы молились за эти города, и возле каждого города были студенты, которые молились и благословляли этот город, но когда я пришел утром в школу, за город Пермь никто не молился. Я помню наш разговор с Володей Сельчуком, он сейчас в Уфе трудится, он подошел ко мне, два города, за которые никто не молится, и он мне говорит, вот куда ты пойдешь, а который останется, пойду я, выбирай. Я встал, посмотрел, и Уфа оказалась южнее, чем Пермь. А я вообще думал, может быть, надо на Уссирск, но Миссисуруск уже занятый был. Я посмотрел на это, думаю, поеду в Пермь. И так Бог направил в этот город, я думал, я побуду один год. Вы знаете, Бог может сделать несравненно больше. Я помню, я рисовал свои мечты. Я прислал нашу церковь в частном секторе. Я представлял ее таким, знаете, молитвенным домом. У меня была дикая, дикая мечта. Я говорил бы вот так, Бог, вот если это случится, вот я верил, что я вот исполнил волю Божью. Я думал, Господи, вот если будет получится увидеть церковь в 300 человек, я просто могу лечь в группу, сложить руки, все, Господи, забирай меня, я исполнил волю Твою. Вот я действительно, я так, прям у меня была дикая мечта вот увидеть молитвенный дом. Вот с самого первого дня, когда начали, кто-то приезжал к нам, благословляли нас какими-то деньгами, там кто-то где-то, я всегда начал откладывать деньги, начал откладывать, отдавать. Даже команда не знала. два человека, которые знали, это была Лариса, секретарь, и Саша Лонов. Я взял и сказал, послушайте, вот это деньги, которые для дома Божьев, когда будем строить, или когда будем приобретать, вот мы потихоньку будем, и мы откладывали эти деньги, я боялся их тратить куда-то на какие-то нужды или еще что-то. Но собираем банку, закроем, говорят, нельзя деньги в банках держать, мы держали в банках. Едем к Саше Ходякову домой, его дом, он даже не знает это, а Сергей Соколов жил там в этом доме. Мы закапываем эти деньги. Я думаю, если что-то со мной случится, так и останутся, потом надо, чтобы кто-то еще знал. Вот мы закапывали эти деньги туда. Пока в 2005 году не Бог проговорил по поводу этого здания. один человек показывал мне объекты, которые продавались. И он так в шутку сказал мне, может, вот этот вам объект подойдет, бросил мне. Вы знаете, я взял его и что-то екнуло внутри. Я посмотрел на него, говорю, вы сейчас шутите, а мы возьмем и купим. Он говорит, а я не шучу, возьмите и купите. И я понял, что нужно выкапывать эти деньги, которые копились с первого дня наших возможностей, когда кто-то благословлял или когда у нас появлялись какие-то свободные деньги в церкви. Я помню, мы выкопали, четыре часа искали эти деньги. Мне уже позвонили, это сто километров от Перми, мне позвонили братья, слушай, не можем найти. Я приезжаю, с Сергеем, с Юлией сидят, они же вообще не... Представляете, вот у вас в доме пришли братья, копают под полом что-то. А вы с женой сидите вообще не понимаете, что они делают. А мы у тебя дома деньги ищем. Я уже доехал туда. Приезжаю, они говорят, уже нашли. Мы их закапывали, даже забывали, куда мы их ловим. Мы перекопали все там. Там закаменела почва под полом. Когда мы достали, это было 274 тысячи долларов. и мы с вами каждое воскресенье собирали раз в месяц и тоже собрали еще сумму. Нам нужно было 15 миллионов внести, чтобы брать это здание. Я помню, мы это сделали. Я тогда понял, что твои мечты, они очень маленькие. Ты мечтаешь про своих детей, ты мечтаешь про церковь, ты мечтаешь про свою жизнь, ты мечтаешь про здание, ты мечтаешь про то, что может быть кто-то придет тебе и поможет. Вот если Бог вкладывает это в тебя, начинай уже сегодня потихоньку откладывать для Божьих целей. И те, кто может быть не часто бывают на церкви, не понимают, а почему надо две корзины делать. Когда мы собрали и выплатили все деньги, все долги за здание, я молился, потому что мы каждое воскресенье собирали, я молился, говорил Бог, дай нам избавиться от долга, помоги нам. Люди жертвовали по силам и сверх сил, я благодарен каждому из вас. Кто-то приходил из вас и говорил, мы живем в двухкомнатной квартире, но мы поживем в однокомнатной, и вы продавали свою двухкомнатную квартиру, приносили нам деньги, жертвовали. Кто-то из вас говорил, я хотел обновить машину, но я поезжу на старый, и отдавали деньги, которые вы скопили на... Мы имели, наверное, я не знаю, сколько, может, килограмм, может быть, больше ваших сережек, колец, разных украшений, бюджетерии и драгоценных. Кто-то из вас снимал это и жертвовал, мы это все вкладывали в то, чтобы развивать дело Божие. Почему я об этом говорю? Это не результат одного человека или двоих, или троих. Да, нас было четверо, когда мы приехали в этот город. Я, Павел, Сергей, Андрей Миронов. Мы искренне приехали командной, странной командной, разных по темпераменту людей и все, но мы объединились одной Божьей целью. И спустя годы Бог начал присоединять вас, каждого отдельно, частицей. И сегодня каждый из вас часть того результата, который есть. В одного невозможно это сделать. Только вместе, когда мы жертвуем, вместе, когда мы поклоняемся, вместе, когда мы идем, достигаем недостигнутых. Сколько из вас вы со слезами ко мне приходили, вы плакали, вы оставляли большой город и вы ехали куда-то, чтобы послужить. Сегодня я смотрю на Василия Босина, да, в Башкирии. Сам родился в этих краях, но Бог призвал тебя туда. Кто-то поехал в Коми-Пермякский округ, кто-то поехал в Татарстан, кто-то поехал в Ульяновск, кто-то поехал в Санкт-Петербург, кто-то поехал в Москву, кто-то поехал в другие города, Воронеж. и это результат нашего общего посвящения, нашего понимания жизни. Я одно знаю, братья и сестры, мы представляем очень ограниченно все, что Бог может сделать через нас. Моя мечта, чтобы Бог через, знаете, вот 30 лет отмечаем, а я внутри понимаю, что приходит время готовить к передаче эстафеты. Потому что вот эта молодежь, которая вышла вчера, поклонялась, она поклонялась не так, как мы, но они это делают помазанно, они делают это искренне, они это делают благословенно. И нам нужно понимать это время, чтобы это росло. Знаете, плохие новости всегда прилетают раньше, чем хорошие. Сколько раз я слышал, когда люди говорили какие-то вещи, которые пытались остановить нас. Я помню, одна из первых евангелизаций, я иду еще в ДК Зержинского, а люди, много людей пришло, и бармен такой, там что-то продает, а второй пришел его друг к нему, слушай, что у вас тут во дворце, концерт какой-то, что ли? А тут так поворачиваются, а хохлы приехали, деньги делать, знаете, а мы в это время денег не имели. Я иду, мне так неприятно, я думаю, Господь, я еще, тогда мы не брали деньги на зарплату, мы, наверное, около года не делали это, мы боялись даже взять эти, мы тратили их там на аппаратуру привезти, увезти, пока один из служителей не приехал и как-то церкви объяснил, мы бы, наверное, сами бы даже не как-то боялись, стеснялись это сделать, что ли. Семьи проходили через вызовы, через какие-то трудности, но благодарность Господу за то, что Бог объединил нас всех вместе и сделал намного больше, чем мы думаем, представляем. Я верю, что еще это не конец, у Бога есть еще план благословить. То, о чем сказал, по-моему, брат Владимир, я помню митрополита, Иринарха, который был у нас здесь, я с ним встретился как-то в Москве, он сейчас отвечает в Русско-Православной Церкви за реабилитацию, там какое-то тюремное служение, он тогда сказал, у него интервью взяли, а что, если они возьмут этот дворец, он сказал, если они возьмут, станут центром пятидесятинства. Я с ним встретился через несколько лет, он меня очень хорошо запомнил. Мы встретились на высоком приеме, в высоких кабинетах, вот он стоит такой, смотрит на меня, я смотрю на него, я говорю, вы как пророк, вы тогда провозгласили это? Он так смотрит на меня, ну да, вы как на танке по городу ездили. я не знаю, на танке или нет, но мы делали искренне дело Божие, и мы утверждали Царство Божие, поэтому это заметили и враги наши, и это заметили друзья наши. И я благодарю Бога за каждого, кто делает. Знаете, каждый год мы выражаем благодарность всем, кто служит. Я хотел бы в этом году, знаете, отметить каждого брата и сестру, каждое служение, каждого, может быть, ты думаешь, ты самый незначительный, в церкви, ты очень важен для Господа и для моего сердца. Я обещал Богу побыть один год и уехать, но ваша любовь, ваша искренность, ваша вера, они вросли у меня так сильно, что я стал не просто частью вас, а я растворился у вас. Я помню, когда в 94-м году я стоял, у меня были документы на легальную миграцию в Канаду. Мне предложили одни из самых, наверное, лучших условий, которые когда-либо, наверное, пасторам предлагали. Хорошую зарплату, дом, машину, четыре поездки в Россию, оплачиваемые каждый год по две недели, чтобы я приезжал, проповедил генерализацию. Они мне говорили, мы знаем, твое сердце в России, мы знаем, ты любишь эту страну, но нам нужен пастор. Это был город Хамилтон, это было 50 километров от Торонто. Весь совет церкви, они уговаривали меня остаться. Я помню, как я растил шерсть. Я сказал, Господь, если в течение месяца мне предложат еще три церкви остаться в этой стране, я перееду в эту страну и буду служить им. И в течение этого месяца мне три церкви предложило еще остаться. У меня холодный пот выступал, когда пастора предлагали мне остаться. Но приехав с документами в 94-м году, встал пред вами. Лариса сказала мне, ты никуда не уедешь, ты не сможешь оставить церковь. А я убеждал себя, я говорил, послушай, у меня есть причины. У меня есть причины. У меня сын, который нуждается, чтобы ему помогали. У меня есть какие-то еще там переживания, еще что-то. И когда я пришел перед церковью, первое служение, у меня рухнуло все. Я никогда не воспользовался этими документами. Я никогда больше о ней подумал поехать куда-то. И я понял, что вы мое все. Моя судьба, моя жизнь. Когда меня избирали начальствующим, когда меня избирали начальствующим, я поставил Богу такое, как бы, очередную шерсть. Я сказал, Господь, если я нужен, пусть меня изберут, но я останусь в Перми. Потому что ты привел меня сюда. Я готов служить для тела Христова. Я готов ездить, я готов вкладываться в братство. Но, Господь, я не хочу просто сидеть в кабинете, я хочу быть пастором, который будет понимать нужды церкви. И братья доверили мне, и Бог доверил. И я хочу сказать вам, дорогая церковь, мы будем здесь, пока Бог позволит нам быть. Если Он скажет что-то делать дальше, то это будет тоже по Его воле, и это будет очень искренне, и это будет очень честно. Мы никогда не играли с вами. Мы никогда не собрали на какие-то нужды, а тратили на другое что-то. Мы были честны с вами, и вы доверяли нам в ваших даяниях, вы доверяли нам в служениях, вы доверяли нам в том, чтобы делать то, что мы делали. Я хочу сказать вам спасибо вам за высокое доверие, которое вы оказывали всей пасторской команде. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете наши руки, за то, что мы можем каждый месяц мы помогаем какой-нибудь церкви. Мы положили такое, как я уже сказал, мы собирали пока отдать долг, мы собирали каждое одно отдельное пожертвование. Помните, когда мы с вами купили здание, был долг. Когда мы выплатили этот долг, я молился, Господи, что поступить, как нам отменить это пожертвование? И мне в сердце пришло в знак благодарности Господу. Мы будем продолжать это делать, но мы будем собирать каждое воскресенье на проповедь Евангелия, на миссию, на поддержку миссионеров, на открытие церквей. И поэтому у нас каждое воскресенье мы делаем два пожертвования. Это наша благодарность Господу. Мы отделяем для проповеди Евангелия. Мы благодарим Бога за то, что Он дал нам. Потому что все это из Его руки, все от Него, все Его, и мы Его. Аминь. И наше Отечество на небесах, дорогие, где бы мы ни жили, что бы мы ни делали, я знаю, что мы будем проводить вечность в одном месте. В Его Отечестве, в Его небесном граде Иерусалиме. Он живет нас там. А мы представляем себя для вечности. Мы совершаем наше спасение. Поэтому спасибо вам. Почему я не хочу выделять какие-то служения или каких-то людей? Я не хочу никого обидеть. Я благодарен каждому. Я благодарен каждому за то, что вы есть. За то, что я могу разделять судьбу вместе с вами. Единственное, что я хотел бы сегодня, это, наверное, поблагодарить свою семью, сказать Ларисе спасибо. Она пошла за мной тогда, когда была совсем юная, и она пошла с двумя детками на руках, и мы начинали так, все было непросто. Ты всегда поддерживала, ты всегда оберегала, ты всегда... как-то мы с тобой разговаривали, ты сказала, как я тебе сыновей воспитала, а я думаю, ну я же тоже принимал участие, но потом подумал, все-таки Лариса больше в них вложила, чем я, потому что меня дома не было, знаете. Я мог воскресенье отслужить и в пятницу только вернуться, ехать по области, в тюрьмы, в поселки. Приезжаю, Лариса плачет, с двумя детками, бременная, Давидом, а я говорю, ты что, своими слезами хочешь пробуждение остановить, что ли? Я, знаете, сейчас это я понимаю, это было вообще, это было очень нехорошо и неправильно, а тогда я этого не понимал. Она терпела, она вмещала, она никогда не собрала вещи, знаете, и уехала, наверное, не раз это хотелось сделать, но спустя годы мы можем оздать, слава Богу. Я благодарен Богу за то, что сыновья наши служат Господу. Ребята, где вы? Встаньте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ, Ты выйди, чтобы тебя видно было. Каждый из вас служит. Каждый из вас большой благословище не для меня. Саша, ты молитвенник. Ты часами молишься за церковь, ты часами молишься за проповедников, все кому-то обещают, что ты будешь за них молиться, ты молишься. Он может закрыться в комнате и молиться час не переставая. Громко молится на весь дом, но мы слышим, о чем он молится. Мне нравится его молитва, когда он молится, говорит, Господь, когда я буду, как мои братья, встану и пойду, и я буду делать то и то, и да услышит Господь твои молитвы и наши молитвы, чтобы чудо Божье произошло. Ты была сегодня для нас. Я очень благодарен, Виталик, тебе, за то, что ты прилежный сын, ты помогаешь все, что нужно нам по дому, ты участвуешь в служении в церкви, где только надо. Ты один из тех, который мало отказываешь вообще что-то делать для церкви, поэтому мы иногда тебя дома не видим часто, но ты много делаешь. Спасибо тебе, сын. Ты молодец в том, что заработает каких-то денег. Я говорю, сын, как ты с деньгами поступил? Папа, там помнишь, приехали нами сюда, я туда пожертвовал, я то сделал. Мне нравится их сердце, что они участвуют в деле церкви. Я благодарен Богу за Давида и Лену. Я очень благодарен, Лен, за то, что ты стала именно частью нашей семьи. Мы очень любим тебя, и ты это, наверное, знаешь и чувствуешь. И я очень благодарен за то, что ты стала большим благословением для Давида, потому что он много делает. И, сын, спасибо тебе за то, что ты в молодежном пастырском служении. Ты тот, на кого я могу опираться. И благодарю Бога за тебя, за то, что ты и благословением для российской церкви стала, и для многих. Тебя везде приглашают. Слава Богу за то, что вы это делаете. Лена, спасибо тебе за то, что ты его поддерживаешь. Я вам очень благодарен за внучку, которую вы мне дали. Это любовь всей моей жизни. Это отрада моя, это утешение мое. Мне люди говорят, у тебя лицо меняется, когда ты ее видишь. Это правда. Это правда. Прямо благословение для нас. Илья, когда ты был маленький, ты вообще не планировал быть служителем. Ты всегда мне говорил, я помню, он был маленький, я говорю, сынок, что ты будешь делать? Я, пап, начну, говорит, семечки продавать. У нас был еще брат Женя, он уже ушел в вечность, тот ногу сломал, возле магазина сел напротив нашего дома, продают семечки. Илюха жарит и носит ему семечки, продают, бизнес сделает. Я помню, как Илюша первый бизнес со свиньями сделал. Знаете, мне на Рождество братья подали поросенка. Привезли этого поросенка. Я привез его, говорю, Саша Ходякова, Саша Ходякова у нас жил, давай, лампу готов, зажарим его, сейчас приготовим. А с Малем, Илюха приходит ко мне, пап, оставь его. Я говорю, сынок, ну куда я оставлю? Обзванивайся, кому нужен, никому поросенок не нужен, знаете, я не знаю, куда его деть. Он ко мне приходит, в час ночи где-то, говорит, пап, но если бы что-то важное случилось, разве бы ты не поехал бы и не сделал, отвези его в репцентр. Я смотрю на него, говорю, сын, я ради тебя это сделаю. Я ради тебя это сделаю. Взял этого поросенка, погрузил, отвез братьям, говорю, дал им, вот кормите все дела. Она потом 15 поросят ему принесла, понимаете? 15 поросят. Потом я решил убрать этих, с ним советую, он, пап, что делать, он что маленький был, ему лет 7, наверное, был, может 6. Пап, это твои свиньи, что хочешь делать? Я говорю, нет, давай мы их уберем. Короче, убрал, не посоветовавшись с ним. Он приходит ко мне, пап, я понимаю, что это свиня была, там, то, 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 но советоваться надо, говорит. Короче, я распределся его свинями. Мы помогли ему получить бизнес-образование, получил хорошее бизнес-образование. Я думал, что парень станет бизнесменом. Ему 3 хорошие компании западные предложили работать. Я помню тот день, когда он окончил учебу и позвонил мне, сказал, пап, мне 3 компании предложили работать. что ты мне посоветовавшись. Я сказал, сын, ты будешь сам принимать решение, но я поддержу тебя в этом решении. Молись и возьми пост и сделай это. Через 3 дня он позвонил мне, я был не дома. Он интересно сказал мне, пап, я хочу работать вот в этой компании. Я решил, хорошо, сын, я благословляю тебя. И когда мы закончили разговор, я еду в машине и слышу голос. Ты думаешь, он будет заниматься бизнесом? Он будет служить мне. Я как-то подумал, странно как-то это все. Потому что он никогда не изъявлял желания. Когда он начал работать, пришел ко мне и сказал, моя работа позволяет мне еще получить образование. библейское. Можно я пойду в библейскую школу? Как ты думаешь? Я говорю, я не против. И когда он заканчивал библейскую школу на собеседование, он сказал, я готов ехать туда, куда пошлете. Я буду делать то, что надо. Я ему сказал, хорошо. Есть большой город, вызов большой. Москва, поедешь. Он молился долго. Ему люди начали с разных сторон подходить. Он думал, что это были мои друзья, с кем я поговорил с ним за Москву. К нему подходили, и говорю, Илья, что ты в Москву поедешь? Давай, езжай. Там нужда есть. Когда ему четыре человека подошло, которые не были связаны со мной, он пришел ко мне и сказал, пап, когда подошел пастор Слава, я подумал, что ты поговорил с ним об этом. Но когда подошли люди, которые никакого отношения к тебе не имеют, я понял, Бог призывает меня. Я готов. сегодня мы помолимся, Ля, за тебя, чтобы ты стал кандидатом пастора, потому что ты делаешь хорошую работу, уже больше ста человек приходят на служение в Москве. Мы благословим тебя, там поднялась сильная церковь, чтобы ты взял вот это видение нашей церкви, распространил там, чтобы ты послужил много. Я знаю, что у каждого из вас получится, потому что от утробы матери вы посвященные Господу. Поэтому я очень ценю тем, что вы есть. И я хочу попросить всех пасторов и деканов выйти в нашей церкви, и мы совершим благодарственную молитву. Мы поводрим Бога за 30 лет, за 30 лет Его верности, Его благости, Его милости в нашей жизни. Пожалуйста, братья, пройдите с женами, и мы совершим то молитву. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 За вашу искренность, вашу верность, ваше посвящение. С Павлом мы уже 30 лет вместе разделяем судьбу. И я благодарю Бога за то, что у нас за 30 лет не было каких-то, знаете, споров, каких-то разделений. Мы могли о чем-то говорить и, может быть, бурно говорить, но говорили очень искренно и всегда болели о церкви, всегда стали друг за друга. Я очень благодарен Богу за братьев, которые уже были рождены в Доме Божьем здесь и вы стали частью. Я помню, Сергей, когда ты с первого дня как-то сердцем с ним привязался, приходил каждый день. Мы проводили много времени, ты брался за все, что можно было. Треснутая гитара, некому играть, пойду научусь, буду играть. И мы делали, мы делали как могли, и Бог оценил это. Бог оценил это. Я помню те моменты, когда каждый из вас, вы вкладывались по мере сил, возможностей, очень искренне это делали. Может быть, не всегда получается сказать вам всем так вместе спасибо, но я благодарен Богу за то, что за каждого из вас, за вашу искренность, вашу верность Господу, ваше посвящение, вы дар Божий для церкви. Спасибо каждому из вас. Я мог бы про каждого из вас что-то сказать, я просто хочу вам сказать, вот просто сказать вам очень искренно спасибо. Анатолий, один из старших наших дьяконов, ты строил днями и ночами, ты до последнего дня делал и делаешь, и для меня это очень ценно. Людмила, региональный лидер, и день и ночь, а ты на стройке, и мы делали это, и мы делали это. И ты делал все, что только мог, и дом строить, дом строить, церковь варить, церковь варить, ты делал все. Я очень благодарен Богу за то, что вы есть, мы идем дальше, и мы дойдем до конца в искренности и верности. И слава Богу за то, что мы можем быть одной командой. Я благодарен Богу за каждого из вас, братья и сестры, потому что без вас мы не можем делать то, что мы делаем. И это очень благословенно. А сейчас я хотел бы попросить вас, давайте мы все встанем, и мы просто совершим молитву благодарности Господу. Потому что мы чтим в этот день не людей, мы чтим Господа, в Которого мы уверовали. Он достоин всей хвалы. Он достоин. Отец Местный, мы приходим пред лицо Твое, Господь. И мы преклоняемся пред Тобой, Господь, чтобы благодарить Тебя за каждый прожитый нами день. Я говорю тебе, Господь, за каждого брата и сестру, с кем мы имеем привилегию вместе разделять ее, Господь. С кем мы созидаем, Господь, пределы Царства Твоего. С кем мы, Господь, служим, Господь. Боже, я молюсь, Господь, за каждого, Господь, пастора, Господь. Я молюсь за каждого, Господь, диакона, Господь. Я молюсь, Господь, за каждого служителя, за каждого брата и сестру, Господь, за каждого члена церкви, Господь. Я молюсь, Господь, за тех, кто, Господь, отстал, упал, отошел. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты возвратил всех потерянных. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, расширил наши пределы, Господь, и дал нам новые возможности. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, использовал нас так, как Ты хочешь. Я молюсь, Господь, чтобы была воля не наша, а Твоя в нашей жизни. И я, Господь, благодарю Тебя, что Ты делаешь несравненно больше о чем мы помышляем, о чем мы мечтаем, о чем мы думаем и представляем. Я благодарю Тебя, Господь, за всех моих братьев и сестер. И мы, Господь, служители Твои, преклоняясь перед лицом Твоим, возносим Тебе молитву благодарности, потому что до сего места помог Ты нам. Боже, благослови последующие годы. Благослови, Господь, служение каждого из нас. И пусть Твоя охрана, защита и благодать пребудут во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, Твои, и мы веряем Церковь, ее судьбу, настоящее будущее в Твои руки. Боже, в это время, Господь, храни ее, Господь, веди, используй нас и приложи спасаемый, Господь, много к Церкви. Боже, дай нам возможность послужить этому городу, этому региону, нашей стране и за ее пределами. Тебе, Боже, слава во веки веков, и весь народ Божий скажет Аминь. Аминь. Давайте, Церковь, мы прострем в свои руки, благословим их от всего своего сердца. Вы знаете, выразите слова молитвы и благословения. Это важно, чтобы ваше сердце было вложено в них через эту молитву к Богу. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Это великая Твоя слава. Бог, сегодня мы призываем Твое благословение на их жизнь. Ты на этом месте. Ты Духом Святым. И я молюсь и прошу, объемли их по-особенному, Господь. Пускай Твоя защита, Твой покров, Твоя милость и благодать сопровождает их и надалее. Боже, подними их еще более и более на высоты Твои. Дай им от престола благодать. Дай им оттука земли. Дай им от небесной росы, чтобы они ни в чем не имели нужды. Защити их от всякого рода зла. Победи их по этой земле, Господь, и являй величие и славу через них. Так как до этого места Ты вел их, помогал, был с ними, Господь, благословлял. Я прошу Тебя, Господь, чтобы их род был благословлен. Пускай движение Духа Твоего, силы Твоей и могущества Твоего будет особенным образом в их жизни, Господь, в их семьях, Господь, в их домах, Господь, в их служениях, Господь. Сегодня Ты на этом месте. Презираешься с высоты небес на это место. И Твоя сила, и Твое помазание, и Твой Дух Святой наполняет их. Обогащай их своей славой, своим величием, действием своим, защитой, покровом и могуществом. Мы молимся, Отец, во имя Иисуса Христа. И вся церковь доскажет. Аминь и аминь. Будьте благословлены. Будьте благословлены. Спасибо Вам. Анатолий, не спеши. Анатолий, не спеши. Анатолий, не спеши. вас и через вас поистине можно назвать частью Нового Завета. Бог стал живым в Перми и по всей великой стране России. Пусть этот день будет замечательным праздником вашей истории. Я благодарен, что могу быть частью того, что делает Бог. Спасибо, что позволили мне быть частью вашей семьи. От всего сердца желаю обильных Божьих благословений каждому из вас в этот особенный день 30-летнего юбилея. До встречи! Дорогая Церковь, братья и сестры, поздравляю вас с днем рождения! Слава Господу за каждого из вас! Я полностью разделяю слова, с которыми братья уже делились. Это первая книга Царств, где Самуил говорит, до сего места помог нам Господь. Очень много поздравлений звучало, очень хороших пожеланий, слов. Вы знаете, я когда слушал Роб Хоскинс, поздравлял, он сказал, двое молодых людей приехало, один с Америки, а другой с Украины. А я сижу и думаю, я же тоже с Украины, что вроде приехал. Я думаю, ну, он, наверное, не знал, что я тоже приехал. Думаю, ладно, пускай так и будет. Я пермяк, значит. Я здесь, пермский. Знаете, очень приятно понимать и сознавать, что вот эти все годы, которые Господь нам дал быть здесь вместе, это Его милость, это Его благодать. Я помню, в детстве такой случай был. Я еще был, ну, может быть, пять, шесть лет было мне. У нас в комнате на столе всегда лежала большая Библия. Я еще тогда читать не умел, но мне хотелось, знаете, как-то вот удивить всех, то, что у нас есть Библия. Я схватил, на улице ребята играли, я выбежал. Я помню, поднял над головой двумя руками эту Библию и начал кричать. У нас есть книжка Библия. У нас есть книжка Библия. Начал кричать. Мои родные увидели, схватили меня, завели в дом, сказали, ты что, нельзя, тихо, нельзя. Это был, может быть, 75-76 год. Но я так благодарен Богу, друзья, что мы, как церковь, мы сегодня можем поднять эту книгу и говорить, у нас есть Библия. И я благодарен Богу, что в городе Перми есть церковь, который уже 30 лет держит это Слово. И как бы ни говорили про эту церковь, она благословение для города, она надежда для многих и многих, живущих в этом городе, которые сегодня не испытывают, может быть, милости, еще благодати Божьей, но церковь сегодня имеет это Слово. Ты и я, мы должны нести это Слово, друзья. Не себя, не свое собственное служение, мы должны нести вот это Слово. Поэтому поздравляю церковь, что 30 лет вы несете это Слово. Пусть это останется в нашем сердце, чтобы мы помнили, что мы призваны нести драгоценное Божье Слово. Слава Господу за каждого из вас. Вы знаете, сегодня у нас очень торжественное, замечательное событие. Мы будем рукополагать братьев, которые уже служат долгое время. Они, наверное, прошли уже не один испытательный срок, который отводится для служения. И они уже проявили себя как верными, Божьими, достойными служителями. И я бы хотел сюда пригласить Фактулин, Айнур Фаизович, Гузель Толгатовна. Давайте мы их поприветствуем. Они из города Дюртюли, также Босин Василий Юрьевич, Елена Дмитриевна. Пожалуйста, можете выходить сюда. Яхин Загид Сибирзианович и также Яхина Лилия. Гатин Дмитрий Шавкатович, Гатина Ксения и Михаил Вячеслав. Давайте мы их поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Кадыров Станислав. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Читаю 5 глава 1-го послания апостола Петра с 1-го стиха. Пастырей ваших умоляю я, сопастер, свидетель страданий христовых, совучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыр-начальник, вы получите невыедаемый венец славы. Замечательные слова апостола Павла. Вы знаете, практика возложения рук, она имеет место в Ветхом Завете. Мы считаем, когда Моисей, благословляя сынов Израилевых на определенные служения, позиции, он наделял их полномочиями, помазанием. И это были люди, которые посвящены для важной миссии служения. В Ветхом Завете очень часто эта практика была, и она также есть в Новом Завете. Мы читаем книги Деяния святых апостолов, когда апостолы рукополагали в городах пресвитеров, старших пресвитеров, служителей, пастырей церкви для служения. И вот здесь мы читаем апостол Петр, это не единственное место в Священном Писании в Новом Завете, где говорится о том, что какая большая честь и ответственность служить церкви, служить Божьему народу. Апостол Павел в послании к Титу тоже говорит, что кто епископства желает, тот доброго дела желает. Служить Господу – это всегда честь, это призвание на всю жизнь. Это огромная честь, оказанная Господом для каждого из нас, кто служит Церкви Божьей. Это самое высокое на земле, что мы можем совершать. И вот здесь апостол Петр говорит, пастырей ваших умоляю. Первое слово, на которое хотелось бы обратить внимание, друзья, и чтобы это осталось в сердце каждого из нас, Петр, он придает особую силу своему призыву, слово умоляю. Знаете, Павел говорит в послании к Титу, епископ, кто желает, должен быть. Это ответственность, это обязанность. Я думаю, что Петр употребляет более сильную форму этого призыва. Он говорит, пастырей, умоляю. И смотрите, чем он аргументирует. Он говорит, как свидетель страданий Христовых. Как свидетель страданий Христовых. Петр был наблюдателем, когда Господа нашего предали, когда его бичевали, когда плевали, когда оскорбляли, когда он проходил через эти страдания, он видел это. Я думаю, это то, что осталось на всю его жизнь. И в качестве фона для его служения, в качестве призвания, в качестве того, чтобы оставаться в этом служении, мотивации, того, что должно нас двигать каждый день, это то, через что мы должны измерять не просто наше собственное служение, а тех людей, те души, которые верены нам, как пастырям-служителям, это страдания Господа нашего Иисуса Христа. Это его страдания, это то, что он сделал. Он является главным пастырем. Он тот, кто заботится и о пастырях, и епископах. Он заботится о каждой душе, он заботится о каждом. И поэтому Петр в качестве примера говорит, я свидетель страданий Господа Иисуса Христа. Друзья, пусть перед нашим взором всегда будет наш Господь Иисус, который умер за нас, пострадал. Я верю, то, что в вашем сердце призвание Божие, это даже не наше собственное такое какое-то влияние и побужение, это призыв непосредственно от Господа в сердце, в каждого из вас. Это вы и Господь. Это те люди, которые Бог вам доверит. Пусть это будет всегда для вас критерием для вашего служения, критерием вашего посвящения, следования за Господом, служения людям. Смотрите, через жертву Иисуса Христа, через то, что Он сделал для нас. И Он говорит дальше о том, что наше служение, оно должно быть непринужденным. Не потому, что обязан, не потому, что должен, не потому, что сказали, вот, поехать в город, но это зов сердца. Это, опять же, тот Господь, который призвал вас, который стучал, работал в вашем сердце, в вашей жизни. Пусть Бог благословит, чтобы наше служение было непринужденным и необязанным. И Он говорит о том, что мы должны быть примером. Это, наверное, самое важное в служении людям. Если мы будем примером в служении, в молитвах, как Павел когда-то говорил, что вы последовали мне в том, в этом и так дальше, пусть наша жизнь будет тоже. Давайте будем стараться, давать людям пример. Мы должны помнить, что люди видят все, они замечают все. Нам кажется, что они не замечают, они все замечают. Давайте будем помнить и стараться быть примером в нашем служении, в нашем посвящении, в нашей любви, в нашем смирении, в нашем хождении пред Господом, во всем будем примером. Это то, что хотелось бы оставить сегодня. Давайте мы в церковь встанем, мы будем молиться. Я хотел бы пригласить служителей, братьев епископов, мы помолимся за рукоположение в пастырское служение наших друзей. Кто епископа здесь есть, пожалуйста, выйдите. Виталий, выйди тоже. Тут и башкирских мы рукополагаем, потом да, выходи. Давайте мы подвинемся сюда немножко, и мы попросим вас преклонить ваши колени. Братья, можно встать там сзади них, спереди, и давайте мы... Церковь, давайте мы встанемся. Отец, вместо мы благословляем, Господь, на пастырское служение, Господь, семья наших дорогих, Господь, возлюбленных Тобой, Господь, братья и сестер. Боже, я молюсь, Господь, чтобы в каждом городе, в каждом поселке, Господь, где Ты верил им, Господь, висит Твою церковь, Господь, утверждалось Твое царство. Мы посвящаем их, Господь, их семье, Господь, их настоящее будущее в Твои руки, Господь. Мы обладим Тебя, Господь, за каждого, Господь, из них, Господь. Они были испытаны, Господь, они были, Господь, пройдены, Господь, через трудности, через вызовы, Господь, но они доказали свою состоятельность и верность Тебе, Господь, и Церкви Твоей. Боже, мы благословляем каждого из них, Господь, чтобы, Господь, царство Твое утверждалось, господь во имя иисуса христа я молюсь господь чтобы ты уже вел и хранила господь во всех их путях господь можем и посвящаем каждого из них господь тебе господь мы благословляем и господь твоим отцовским благословением господь я молюсь господь чтобы ты поднял каждого из них господь на свои высоты господь явил свою славу господь намного больше господь о чем они молятся и чего они просят у Тебя, Господь, Боже, Ты, Господь, действующей верой через них, Господь, соверши, чтобы в церквях была слава Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, за национальный, Господь, служителей, Господь, которых Ты поднимаешь, Господь, для Своих народов, Господь. Боже, я облацовляю, Господь, братьям, которые трудятся, Господь, в Ульяновске, Господь, я молюсь, Господь, за братья в Екатеринбурге, Господь, и за Свердловскую область, Господь, чтобы Ты, Боже, их использовал там, Господь. Я молюсь, Господь, за братьев, которые трудятся, Господь, в Башкирии, Господь, и в этот расстание во имя Иисуса Христа. Боже, мы посвящаем их Тебе, Господь, и мы благословляем, Господь, на служение во имя Иисуса Христа. Тебе, Боже, слава за каждую семью, за каждую церковь во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы поздравляем вас и пусть Бог благословит вас, ведет вас, хранит вас, любим вас, благословляем. Благослови, Господь. Спасибо вам. Поздравления. Илья, выйди, мы помолимся за Тебя. А то Ты там, наверное, уже и хоронишь, и венчаешь, и все делаешь. Еще молимся, еще не благословляем Тебя на пасторство в плане рукоположенного, но в кандидаты и в пастора. Тебе еще придется пройти путь, чтобы доказать. Когда уже будем рукополагать на пастора, тебе уже надо будет, чтобы кто-то рядом стоял. А то разобьешь сердце не одной, знаешь, которая придет в церковь, не ради Господа, а ради красавчика такого, которого мама воспитала. Давайте мы церковь прочтем в наши руки. Ты можешь преклонить свои колени, Илюша. Алексей Павлович, иди помолись. Господь, мы благодарим Тебя за Его сердце, за Его посвящение, за Его веру. Боже, мы благословляем Твое имя, Господь, что Ты однажды, Господь, работал, Господь, с самого чрева матери над Ним, Господь. И сегодня мы видим, Господь, то движение, то направление, Господь, и Он двигается в том, куда Ты призываешь Его. Боже, мы понимаем, что этот регион трудный, сложный, но для Тебя нет ничего невозможного. Сегодня мы призываем Твое благословение, чтобы Ты дал Ему мудрости, чтобы Ты ввел Его в Свой совет. Боже, чтобы Он был под водительством Духа Святого, Господь, чтобы Он имел язык мудрый, Господь, чтобы Он, Господь, являл Твое величие, Твою славу. Пускай содействие руки Твоей будет над Ним, Господь. Пускай движение Духа Святого будет в явлении славы, чудес и знамений, Господь, чтобы эта церковь в Москве росла и умножалась, Господь. А Он ни в чем не имел нужды, Господь, но Он был близко с Тобой, имел ту глубину близости, глубоких отношений с Тобой. Мы сегодня призываем благословение Ного как церковь, во имя Иисуса Христа, как служители Твои, Господь, чтобы Он шел с этим посланничеством, Господь, чтобы Он имел эту власть, апостольство, Господь, открывая эту церковь, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу, церковь! Слава Господу! Хочу поздравить вас также с вашим юбилеем, тридцателетием. Для меня большая честь. Эдуард Анатольевич был у нас. И мы тоже праздновали тридцать лет одно время. Присаживайтесь, пожалуйста. После слова помолимся за нужды. Тут есть записки еще. Мы помолимся, совершим молитву. Не так много времени у меня осталось, чтобы делиться словом. Но я поздравляю от всей души, от всего сердца. Вот мы идем вместе. Знаете, мы заканчивали одну библейскую школу. И Бог дал нам дружбу и отношения. И слава Господу, что это есть в нашем сердце. И мы двигаемся дальше, чтобы являть славу Божью вот в России. Аминь. Как-то я был с епископом Максимом в Красноярском крае. И он меня завел далеко-далеко на север. Бугучаны. Мы были там, и мы вышли на рыбалку. Мы вышли на рыбалку, и мы закидываем удочки. Я смотрю, один мужчина стоит и закидывает удочки. Я подхожу к нему, говорю, ты уже давно здесь? Ты местный? Я говорю, я не знаю, как тут рыбачить. Расскажи. Он говорит, да нет, я в командировке. Я говорю, откуда? Он говорит, из Перми. Я говорю, слушай, говорю, а мой епископ в Перми живет? Там, говорят, есть церковь такая, Новый Завет. А он говорит, да-да, я знаю. В ДК Ленина. Знаете, то есть люди знают о вас. Люди знают о вас. Люди знают о той работе, о том, что вы делаете. Поэтому да благословит вас Господь в том, чтобы делать еще больше. А вот нам кажется, что, знаете, незаметно. Но я вам хочу сказать, что оно стало заметно для Перми. Оно стало заметно для России, служения ваши. И оно стало заметно для многих стран, для народов. Поэтому благослови вас Господь двигаться дальше. Знаете, сегодня, когда я молился, и когда мне сказали, что я буду делиться Словом Божьим, мне на сердце пришла вот одна мысль такая. Я хочу поделиться вот этой мыслью. И я хочу прочитать первое послание Петра с первой главы, с 8 по 11 стих. Петр говорит, которого не видев, любите. Которого доселе не видя, но веруете в Него. И радуетесь радостью неизреченной и приславной. Вот, говорит, вы Его, не видев, любите. И правда, вот эти неверующие люди смотрят на нас, и как-то странно мы выглядим. Потому что мы говорим, Иисус, мы любим Тебя. Правда или нет? Мы Его не видим. Но в этом наша вера. Мы верюя в Него, и зная, понимая, осознавая, что Он среди нас, мы любим Его. Мы любим Его. Дальше Он говорит, мы веруем в Него и радуемся. И в действительности, когда смотрят сегодня на верующих людей, на их радость, вот то, о чем мы радуемся здесь, что Бог делает, как Бог спасает людей, радость есть, радость. И она неизреченная. Даже высказать невозможно. Вот радость такая, что Бог делает здесь, что Бог делает в нашей стране. Это такое благословение, такая радость, такая слава Божья. Аминь. Но смотрите дальше, что Он говорит. Дальше, что Он говорит. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Пророки говорили о назначенной нам благодати. И дальше говорит, исследовая, на которое и на какое время указывал в них сущий Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Вот мне хотелось бы сегодня поговорить о последующей славе за страданиями. Последующая слава за страданиями. Вот когда я размышлял над этим местом Священного Писания, я думал, мы так много говорим об Иисусе Христе, который творил чудеса. Исцелял больных, воскрешал мертвых. Знаете, Он делился благой вестью. Спасал людей, прощал им грехи. Но когда мы смотрим в Евангелие, немногим Он простил грехи. Были люди, когда Он подходил, помните, к этому человеку, который лежал расслабленный, Он говорит, прощаются тебе грехи. Его осудили за это грехи. Какое Он имеет право? Помните, ту женщину, которую Он оправдал, которая пришла, упала в ноги, там в доме этого фарисея. Это было буквально несколько-несколько человек. Да, в исцелении, это было множество людей написано. Он исцелял многих людей, увеченных, хромых. И это была слава. И сегодня, когда церковь проповедует, мы говорим об Иисусе Христе, который был до страданий. Большей части мы проповедуем о Его славе до страданий. А Писание говорит, что пророки возвещали о страданиях Христа, а за страданиями Христа последующую славу. Вот сегодня мы говорим о славе вот этой церкви, мы говорим, знаете, о победах, мы говорим о том, что Бог сделал, но, знаете, мы меньше, может быть, говорим о страданиях, которые были, о том, через что приходилось пройти, через что проходилось проходить Эдуарду в команде, которая приезжала из семьи, он немножко касался этих вещей, как было. Но, послушайте, за страданиями есть последующая слава. И сегодня почему-то Дух Святой повел меня говорить о страданиях Христа, потому что нам нужно сделать акцент на этом, потому что Павел, он удивительные вещи говорит филиппийцам, и он говорит, чтобы мне познать Его, силу воскресения Его и иметь участие в страданиях Его, иметь участие в страданиях Христовых. Павел видел что-то великое и сильное за страданиями Христа. Знаете, сегодня как-то акцент смещается с Голгофы, а акцент смещается с того, что мы имеем в страданиях Христа. Что мы имеем, какая слава за страданиями Христа. И теперь Петр в 4 главе, первым стихом, он говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью перестают грешить». Он говорит, вооружитесь мыслью страдать, то есть не бояться страданий, потому что Христос прошел через страдания. И вы знаете, я хочу подойти к этому моменту и говорить именно о страданиях Христа, в чем есть проявлена Его сила. И мы уже слышали это здесь на конференции, когда Борис Кохан, он говорил из «Порока Исаия» 53 главы, я хочу прочитать это, «Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом». И Писание говорит, но он извезлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Когда мы смотрим на страдания Христа, здесь говорится, что в его страданиях мы прощены. В его страданиях, в том, что его бичевали, в том, что его мучили наши беззакония в нем. Писание говорит, что наказание мира нашего было на нем. Очень часто я слышу, как люди говорят, ну почему, если Бог есть, Он не наказывает этот мир за грехи? Знаете почему? Потому что уже наказания мира уже были на нем. Вот в этих страданиях были наказания мира. Иногда верующие люди говорят, ну почему вот он грешит в церкви, и Бог его не наказывает? Иногда мы хотим сказать, что Бог тебя накажет за то, что ты грешишь, а вот наказания нет. Но знаете, есть его благость и милость в долготерпении, потому что уже в страданиях Христовых наказание всего мира легло на Него. И вы знаете, он продолжает, Исайя говорит здесь, и он говорит дальше, пропуская некоторые стихи, говорит, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи на себе понесет. Потому я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причен был. Писание говорит, что он праведник, раб мой, оправдает многих. Знаете, в страданиях Христа мы не только имеем прощение, но в страданиях Христа мы имеем оправдание. Оправдание. И сегодня, почему я хотел говорить об этих вещах, потому что есть великая сила в чистоте, есть великая сила в святости, и есть великая сила в праведности. И церковь в последнем времени, послушайте, мы говорим, что мы не знаем, что ожидает нас. И я вам скажу, что мы готовимся к чему-то Божьему, мы готовимся к великой славе Божьей. Но я хочу сегодня сказать всей церкви, российской церкви, что мы должны приготовиться к страданиям. К страданиям. Мы не знаем, что ожидает нас, но мы должны быть готовы к этому. Потому что через страдания, за страданиями приходит великая слава. Мы привыкли говорить, что мы платим великую цену, и в действительности эта церковь, это служение, и служители заплатили великую цену, чтобы сегодня мы праздновали великую славу Божью. И если мы хотим еще большей славы Божьей, то мы должны приготовить себя к страданиям. И поэтому здесь, когда речь идет о страданиях Иисуса Христа, о том, что Он сделал для нас, и мы должны сегодня возвышать и поднимать голгофу, и говорить об этом, потому что через страдания Иисуса Христа мы прощены. И когда речь идет о нашем прощении, знаете, когда ты что-то сделал, и кто-то тебе говорит, что ты вот это сделал, ты чувствуешь вину. И знаете, многие верующие сегодня, не понимая величину и силы страданий Христа, они пытаются какими-то своими делами или поступками, знаете, приблизить Господа к себе, или заработать, может быть, исцеление, может быть, стать как-то, благословение получить и какими-то усилиями. И вы знаете, апостол Павел, он к римлянам говорит следующее в 10 главе. Смотрите, что он говорит здесь. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствуй им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, и усиливались поставить себе собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Знаете, сегодня я хотел бы, чтобы Церковь и Иисуса Христа, мы все, мы покорились праведности Божией. Потому что в этом есть величайшая сила покориться праведности Божией. Знаете, для чего? Что мы сегодня не оправдываемся через какое-то действие, через какое-то доброе дело, через какой-то поступок. Но нам нужна вера, чтобы принять праведность Божью в свою жизнь. Нам нужна вера, чтобы нам сегодня принять не просто праведность Божью, одеться в эту одежду чистоты и святости, но чтобы принять вот это оправдание, которое Бог дает сегодня нам. Потому что, когда мы в чистоте, когда мы в святости, знаете, что мы имеем? Мы имеем дерзновение. Дерзновение. Дерзновение приходить к Богу, в Его присутствие. Мы имеем смелость и дерзновение. Знаете, Давид однажды говорит, «Если бы я видел беззаконие в своем сердце, не услышал бы меня Господь». Знаете, нам нужно сегодня одеться в эту одежду чистоты и святости, праведности Божьей и оправдания Божьего, чтобы приходить в Его присутствие. Помните, как однажды Иисус, Он пришел в доме, когда Он был Марфой и Марии, мы уже слышали, Он пришел ко гробу, и Он сказал такие слова, «Я знаю». «Я знаю, Ты всегда меня что?» «Слышал». Я так часто сегодня слышу, когда верующие люди говорят, «Я не знаю, слышит ли меня Господь или нет». А, наверное, Бог меня не слышит. И я понимаю, что нету вот этого, знаете, принятия в веру и того, что мы оправданы, что мы омыты. И многие сегодня не могут получить и исцеление, и благословение, потому что есть вина. И обвинитель братьев, он приходит и начинает обвинять, но церковь в последнее время, она должна двинуться в славе Божьей, потому что мы должны поднять страдания Христовы в нашей жизни, то, через что Он прошел, и мы должны понять, что Он сделал для нас, чтобы нам сегодня иметь смелость и дезновение. Знаете, есть великая слава Божья в том, когда ты спасен. Есть великая слава Божья в том, когда ты прощен, когда ты оправдан. Но есть еще Божья слава Божья в том, когда ты двигаешься в этом, и ты помогаешь другим людям войти в спасение. Знаете, когда мы говорим о страданиях Христа, то мы не только имеем спасение, оправдание, прощение, но в страданиях Христа мы имеем сегодня исцеление. Писание говорит, что ранами Его мы исцелились. Аминь. Ранами Его мы исцелились. И сегодня, когда мы смотрим на Христа, на Его страдания, и очень часто, особенно сегодня, в это время пандемии, когда мы слышим, знаете, неверие вокруг, когда мы слышим сегодня о болезнях, и страх приходит, нам нужно, как никогда сегодня, поднять и сказать, Иисус, Ты был ранен за мои грехи, мучим за мои беззакония. Наказание мира было на Тебе, но я ранами Твоими сегодня исцелен. Нам нужна вера сегодня, чтобы ходить сегодня с тем, что мы имеем исцеление в Иисусе Христе. Аминь. Поэтому нам нужно поднять сегодня, знаете, жертву Иисуса Христа, Голгофу, на тот, как бы, фундамент, или постамент, и смотреть на то, что сделал Христос сегодня для нас. Когда мы говорим об исцелении, Псалом 102, 3 стих говорит, Он прощает все твои беззакония. И что там сказано? И исцеляет все недруги твои. Есть великая слава Божья, когда ты исцелен. А еще большая слава Божья в том, когда ты служишь другим и двигаешься в исцеление. Как ты можешь двигаться в исцеление, если есть какая-то вина, и если ты чувствуешь, что ты виновник, и враг приходит и обвиняет тебя, тебе нужно принять его оправдание, чтобы иметь смелость и десновение. Меня как-то однажды спросили, а могут ли женщины возлагать руки и молиться? Я говорю, знаете, написано «уверовавших». Скажите, пожалуйста, там сказано «уверовавших» будут сопровождать знамения. А уверовавшие мужчины только или женщины? И те, и другие. И те, и другие будут возлагать руки. Но чтобы возлагать руки, нужно иметь десновение. А чтобы возлагать руки с десновением, со смелостью приходить в Божье присутствие, тебе нужно войти в вот это оправдание. Тебе нужно войти в то, чтобы ходить в этой праведности, в чистоте и святости, потому что в этом есть сила Божья. В этом есть сила Божья. Церковь, мы должны понять это и двигаться. Смотрите, когда мы смотрим на его страдания, когда мы смотрим на то, что произошло с ним, Писание говорит, что он был поднят на крест, это как проклятие, как, знаете, отвержение, проклят всяк, висящий на древе. И сегодня многие люди говорят, «О, а у меня родовое проклятие». Я говорю, о чем ты говоришь? О каком проклятии ты говоришь? О родовом. Если Иисус взял всякое проклятие и понес на крест, все, что тебе необходимо, это взять страдания Христа и вознести в своем сердце и понять, что в том, что он висел на кресте и был проклят там, на этом кресте, послушать, твое проклятие, сегодня оно пригвожено там, ко кресту. Аллилуйя Господу! Поэтому сегодня мы должны говорить о силе страданий Христа. Но за этим страданием Христа есть слава, последующая слава. Скажи, последующая слава. Если сегодня говорить о нищете, Писание говорит, что он обнищал. Где это произошло? Представьте себе, что у него было самое дорогое на земле и ценное то, чем он пользовался, в чем он был. Хитон написано. И написано, о Хитоне бросили жребий. То есть забрали самое дорогое на этой земле, которое было у него. Это единственное. Дома не было, жилья не было. Вот забрали этот Хитон. Послушайте, обнищал. Просто сделали его нищим. Подняли на крест ногим, но чтобы обогатить нас. И знаете, Писание говорит об этом, апостол Павел очень четко об этом говорит, что мы ничего не имеем. Смотрите, второе послание к Ирина, 6 глава, 10 стих. Он говорит, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем. Чем обладаем? Всем. Всем обладаем. Скажи, я всем обладаю. Я когда смотрю на это место Священное Писание, помните, апостол Павел, узник, стоит перед этими царями. Цари смотрят на него, а он стоит и проповедует им там. И знаете, что было в мыслях у этих царей? У одного из них было, что Павел даст ему денег, чтобы он отпустил. Я думаю, царь, тебе ли нужны деньги? Узник. Знаете, он смотрит на него, и царь смотрит на Павла, он стоит в этих узах, и он смотрит, и он понимает, что Павел чем-то обладает, что-то у него есть. Может быть, знаете, он заразмерил это в своей голове, что у него много денег есть, и он ожидал, что он даст ему денег, Павел, чтобы тот его отпустил. Знаете, почему? Павел стоял, он говорит, у меня ничего нет, но я всем обладаю, церковь, мы сегодня всем обладаем, благодаря смерти и страданиям Иисуса Христа. Знаете, нам сегодня нужно войти в это, чтобы нам сегодня ходить, знаете, в том помазании, в той силе и в той славе Божьей, осознавая, понимая, что мы-то последующая слава на этой земле, этих страданий Христовых. И сегодня нам не нужно, знаете, бояться страданий, потому что после страданий есть великая слава. Скажи, после страданий есть великая слава. Аминь. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы Дух Святой что-то особенное произвел в нашей жизни. Писание говорит, итак, братья, имеете вновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Сегодня, когда мы говорим о страданиях Иисуса Христа, мы говорим о Его крови. И мы входим, послушайте, как здесь сказано, имея дерзновение. Имея дерзновение. Знаете, я хочу прийти к тому, чтобы заканчивать свое слово, но я хотел бы, чтобы это слово осталось сегодня и в нашем сердце, и в нашем духе. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с дерзновением, вы знаете, с дерзновением помолились сегодня, пришли во святой, святых, за вот эти записки. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с дерзновением пришли сегодня за тех, кто сегодня болеет ковидом, какими-то другими болезнями, пришли с дерзновением. Знаете, чтобы мы сегодня освободились от какой-то вины сегодня и подняли, знаете, смерть жертвы Иисуса Христа, которая стала умилостивлением, как Писание говорит, чтобы мы сегодня в действительности одели эту одежду, праведности, и мы сегодня вошли в это оправдание, чтобы иметь смелость двигаться, потому что перед нами неизвестность. Перед Павлом была неизвестность, но он двигался с дерзновением, он шел в вере. Послушайте, когда мы говорим о служении, сегодня мы говорим о служении друг другу, служении людям, если вы посмотрите на страдания Иисуса Христа, на Его смерть. Послушайте, Писание говорит, что Он может сострадать. Кому? Почему Он может сострадать? Потому что Он прошел через страдания, Он прошел через отверженность, Он прошел через насмешки, Он прошел через предательство. Сегодня нет ничего такого, чего люди могли бы сказать, Иисус, Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь, потому что Его и предавали, и насмехались, и били Его, избивали, плевали, знаете, отвергали, пришел к своим, свои Его не приняли. И поэтому сегодня, когда мы говорим о страданиях, для чего это нужно? А Он говорит, Он может помочь тем, которые оказываются в такой ситуации. И когда мы говорим о церкви, о нас с вами, и многие задают вопрос, почему христиане, верующие, проходят через страдания, через боль, через трудности, через отвержение, через предательство. Знаешь почему? Чтобы ты другим мог служить, чтобы ты другим мог помогать, пройдя через это, чтобы ты других мог вместить, чтобы ты других мог принять, чтобы в твоем сердце было проявление этой любви. Знаешь, не просто так, не зная нужды Его, проблемы, да, 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 а у тебя свое представление об этих вещах. Нет, но иногда Бог позволяет нам пройти через какие-то низины, иногда Бог позволяет нам пройти через что-то, где мы, может быть, терпим, и нам неприятно, нам нелегко, нам трудно. И знаете, может быть, это та грань, что я уже последние твои силы, и вдруг Он приходит и помогает. И ты задуешься вопросом, Господи, почему я прохожу через это? Почему в моей жизни страдания? Почему в моей жизни боль? Знаешь, чтобы ты мог служить другим, кто в боли, кто в страданиях. Почему проходим через болезнь? Чтобы мы могли молиться за других, кто в болезни. Не просто так поверхностно, знаете, как бы, но молиться так, как за себя. Поэтому сегодня я хочу призвать всю церковь, чтобы мы могли понимать, знаете, что за страданиями есть последующая слава. И пророки возвещали об этом. Пророки говорили именно об этом. Послушайте, что в его страданиях есть великая слава. Аллилуйя Господу. И сегодня давайте мы встанем. Я хотел бы, чтобы мы с дерзновением молились. Я знаю, что есть те, кто сегодня смотрит эту прямую трансляцию. Есть те, кто написали записки. Я знаю, что есть те, кто сегодня больны здесь, вот в этом месте. Я знаю, что есть больные в ваших домах, может быть, квартирах, вы кого-то оставили. Знаете, я хотел бы, чтобы мы молились сегодня с дерзновением. Знаете, мы вошли во святое святых, чтобы мы молились с дерзновением за свои города, поселки, деревни. Послушайте, чтобы слава Божья, она могла являться. Я верю, что это только начало славы Божьей. Но церковь, давайте не будем исключать страданий. Когда мы будем проходить через страдания, будет великая слава Божья. Отец, Отец, во имя Иисуса, я молюсь обо всех этих записках, я молюсь обо всех этих нужных, Господь, и церковь Твоя молится. Отец, мы с дерзновением сегодня поднимаем свои руки во святое святых приходим к Тебе, к престолу милости и благодати. Я молюсь, Господь, чтобы действие могучей славы Твоей было высвобождено сегодня в исцелении, в освобождении, Господь. Боже, выхода из долгов, явление Твоей славы, Господь, в обеспечении, в милости, в благости, в созидании устройства в семьях и домах. Я молюсь, Господь, чтобы церкви созидались, росли и умножались, и всякая нужда, всякая проблема, она была разрешена, покрыта Твоей славой, Твоим величием, Господь. Я вхожу во святое святых и благословляю сегодня каждого, кто сегодня имеет нужду в исцелении, да будет исцеляющая Твоя сила на каждом сегодня в этом собрании, кто смотрит эту трансляцию там в домах, сила Твоя сходит, помазание Твое исцеляющее, Твоя слава приходит, Господь. Церковь здесь слава Божья, здесь сила Божья, исцеляющая сила Божья, благословляющая сила Божья, здесь мир Божий, здесь Его любовь, здесь Его радость, здесь Его утешение. Благодарим Тебя, Господь, за страдания, за крест, благодарим Тебя за Голгофу, потому что в этом победа наша, в этом сила наша, в этом, Господь, благословение наше. Мы возвышаем сегодня и поднимаем Голгофу, крест, Твои страдания и благодарим Тебя за последующую славу, благодарим Тебя за последующую славу, за последующую славу для церквей, для российской церкви. Благодарим Тебя, Господь, мы готовим себя к тому, чтобы войти в последнее время и быть в славе Твоей. С дерзновением и смелостью приходи в Твое присутствие. Благословляем Твое имя, Отец. Во имя Иисуса Христа. И вся церковь доскажет. Аминь. Будьте благословены. Да благословит Господь. Я хотел бы, может быть, сейчас обратиться еще к тем, кто здесь. Или, может быть, вы смотрите трансляцию и вы еще не принимали Иисуса как Господа, как Спасителя. Это очень важно, чтобы нам примириться с Господом. Познать Его. Познать Его силу. Знаете, встретиться с Ним, чтобы идти к вечности. Если вы здесь и вам нужна молитва о покаянии, вам нужно, чтобы Господь простил ваши грехи, вы признаете себя грешником. Я хочу повести вас в этой молитве. Там, где вы стоите. Давайте мы все склоним наши головы, помолимся. Это молитва о покаянии. Повторите от всего сердца, всей души. Молитесь об этом. Вместе со мной. Дорогой Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Ты умер за мои грехи и воскрес, чтобы я был оправдан. Я прошу Тебя, прости все мои грехи, вольные и невольные, очисти меня, освети меня, омой меня своей кровью. Прямо сейчас я отказываюсь от силы зла, от всякого греха. Я отказываюсь от Тебя, дьявол. И с этого момента я верю, что Иисус Христос, мой Господь, мой Спаситель. И я прошу Тебя, Духом Святым, войди в мое сердце и будь моим Господом, будь моим Спасителем навсегда, навеки. Аминь. Если вы молились вот такой молитвой, простой, первый раз в своей жизни, и вы здесь, на этом собрании, хотел бы видеть вашу руку, поднимите там, где вы стоите, вот поднимите, чтобы мы могли поприветствовать вас. Кто молился такой молитвой, есть таковые? Дайте мне знать. Я вижу, да, спасибо, спасибо за поднятые руки, спасибо. Сказать, Бог благословит вас. Если вы молились дома у себя, вы делали это первый раз, напишите, пожалуйста. И обязательно посетите церковь, придите, если вы из других городов, найдите евангельскую церковь, посетите, Бог благословит вас, вас заставите в вере в Боге и идите к вечной жизни вместе с большой семьей из церкви. Благословляем вас. Спасибо.